Амбхи Власть в таксиле Александр сохранил за Амбхи таксилом, но оставил в городе свой гарнизон и сатрапом назначил Филиппа, сына Махаты. Сам же двинулся дальше, направляясь к реке Гидасп, современной Джалум. На восточном берегу Гидаспа Александра ожидали войска Пора, Паурава, владевшего обширным царством на равнине между Гидаспом и Акисиной, современная река Чанап. Политическая линия Пора определялась, по-видимому, его враждебным отношениям с Амбхи таксилом и дружескими с Абисаром. Александр послал к Пору своего приближенного Клеохара с требованием уплатить дань и встретить его на границе. По преданию, Пор отвечал, что выполнит только одно из этих требований — встретит Александра на границе, но вооруженным. Столкновение было неизбежным. Застав Пора на левом берегу Гидаспа, Александр предпринял на правом берегу серию обманных движений. По ночам его всадники поднимали такой шум, как будто начинали переправу, однако дело на этом и заканчивалось. В конце концов Пор перестал обращать внимание на неприятеля. Усыпив бдительность Пора, Александр переправился на другой берег выше того пункта, где находился его лагерь. Оказавшись на левом берегу Гидаспа, Александр сосредоточил конницу и гипоспистов на правом фланге. Перед строем всадников поместил конных лучников, на обоих флангах — легко вооруженную пехоту. Устремившись во главе всадников на неприятеля, он приказал пехоте двигаться следом. Переправе и дальнейшему продвижению Александра попытался воспрепятствовать отряд, который возглавлял сын Пора. Эта операция закончилась поражением индийцев и гибелью их командира. Теперь сам Пор двинулся навстречу Александру. Он имел около четырех тысяч всадников, триста боевых колесниц, двести слонов и тридцать тысяч пехотинцев. Впереди в одну линию были построены боевые слоны, за ними пехота, на флангах конница и колесница. Александр решил с большей частью своей кавалерии ударить по левому флангу неприятеля. Остальных всадников под командованием Кена он отправил против правого фланга противника с заданием, когда начнется конное сражение, зайти в тыл к индийцам. Атаки греко-македонской кавалерии вызвали замешательство в армии Пора, и Александр нанес еще один удар вглубь по центру вражеского построения. Индийцы бросились к слонам. Вожаки слонов погнали животных против всадников Александра, и тогда он ввел в бой пехоту. Слоны топтали пехотинцев Александра, рассеивали флангу. Конница Пора атаковала греко-македонских всадников. Последние снова одолели индийцев, и те опять бросились к слонам. Между тем воины Александра оттеснили слонов в узкое место. Ранее их дротиками они заставили животных повернуть против самих же индийцев. Началось преследование и избиение бегущих. С тыла на индийцев напали войска под командованием кратера, который переправился к тому времени на восточный берег Гедаспо. Сам Пор, проявивший в бою исключительную энергию и большое личное мужество, попал в плен. Сражение произошло в апреле-майе 326 года до нашей эры. В ознаменование победы Александр распорядился выпустить памятную монету Декадрахму с изображением всадника Македонина, атакующего индийского царя, восседающего на слоне. Свою победу Александр использовал для того, чтобы заставить Пора пойти на союз с победителем. Сказанным в конечном счете объясняются любезности в адрес Пора, подчеркнутое восхищение его смелостью. Традиция запомнила, что на вопрос Александра «как мне с тобой обращаться?» Пор ответил «по-царски». А когда Александр пожелал услышать более точный ответ, тот сказал «в этом ответе заключено все». Александр не только сохранил Пору и его царство, разумеется, под своей верховной властью, но и присоединил к его владениям еще и другие земли. На этой основе между победителем и побежденным был заключен союз. На берегах Гедаспо Александр основал еще два города — Никею, победное, название дано в честь победы над Пором, и Букефалию. Город получил свое имя в память царского коня, павшего вскоре после битвы при Гедаспе от ран и старости. Победа при Гедаспе сделала Александра хозяином Пенджаба. Его власть была признана соседним народом, который Арестобл называл главганиками, а Птолемей — главсами. Александр подчинил этот народ Пору. С изъявлениями покорности явились послы от Абисара и глав некоторых других индийских обществ. Между тем в тылу Александра снова взбунтовались ассакены. Отправив на подавление мятежа Филиппа и Тириаспа, царь пошел дальше на восток. Форсировав Акесину, он оказался втянутым в войну еще с одним Пором. Гоняясь за ним, Александр подошел к реке Гидраот, современная Аравия, и, отослав на борьбу с неприятелем Гефестиона, переправился через нее. На восточном берегу Гидраота жили независимые индийские племена, из которых наиболее сильными являлись Катайи. Они собирались оказать Александру сопротивление. Центром борьбы должен был стать город Сангалы. Заняв без борьбы Пипрамы, город, принадлежавший племени Адраистов, Александр подошел к Сангалу. Катайи устроили перед городом на холме лагерь, окруженный в три ряда повозками. Сражение начали македонские конные лучники. Затем царь повел свою конницу, находившуюся на левом фланге, против правого фланга противника. Очень скоро ему пришлось убедиться, что его расчеты ошибочны и что всадники здесь действовать не могут. Тогда, спешившись, он повел в атаку пехоту. Сопротивление катайцев на первых двух рядах повозок было подавлено, и уцелевшие укрылись в городе. Ночью катайи попробовали было уйти из Сангал, но их перехватили всадники Александра. Те катайи, что не погибли в Сечи, вернулись за городские стены. Александр приступил к осаде города. Выходы из него он перегородил двойным частоколом, возле стены разместил усиленные караулы и стенобитные машины. Во время этих приготовлений к нему явились перебежчики и рассказали, что катайи собираются еще раз попытаться вырваться из Сангал у озера, где нет частокола. По приказу Александра Птолемей, сын Лага, перегородил им дорогу повозками и кучами кольев. В ночном бою катайи были разбиты и снова возвратились в город. Тем временем к Александру пришел пор со своим отрядом и слонами. Катайи отказались от вылазок. Македонинь соорудили подкоп под стены, начали работу стенобитные машины. Наконец Сангалы были взяты штурмом. Во время боя, по сведениям Ариана, семнадцать тысяч индийцев погибли, семьдесят тысяч попали в плен. Жители других городов разбежались, а Сангалы Александр разрушил до основания. Умиротворив племена, жившие к востоку от Гидраота, получив изъявление покорности от местных царей, Александр счел, что может теперь беспрепятственно продолжать свое движение на восток. Он пошел к реке Гефасис, современный Биас, рассчитывая, переправившись через нее, вторгнуться в долину Ганга. Индийские союзники рассказали Александру, что за Гефасисом лежит богатейшая страна. Имелось в виду государство Нандов, занимавшее долину Ганга, и некоторые районы Западной Индии и Декана. Однако на своем пути Александр столкнулся с неожиданным препятствием, нежеланием его солдат и даже полководцев идти на восток. Восьмилетний изнурительный поход утомил людей. Они не видели смысла в том, чтобы подвергать свою жизнь все новым и новым опасностям. Силы будущего противника казались им неимоверно большими. Тысячи слонов, десятки тысяч колесниц, сотни тысяч пехотинцев. К этому прибавлялись и тяжелейшие непривычные природные условия, густые тропические леса, кишащие змеями и опасными хищниками, непрерывные проливные дожди и грозы. Александр пытался уничтожить пораженческие настроения. На сходке воинов он сделал все, чтобы увлечь их перспективой завоевания всего мира, от одного края Мирового океана до другого, говорил о несметных богатствах, которыми уже осыпал и еще осыплет своих воинов. Все было напрасно. Александру отвечал Кен, и то, что он произнес, уместилось в одно короткое слово — «домой». На следующий день Александр сказал, что пойдет на восток во главе добровольцев. Но таких не нашлось. Три дня он просидел в своем шатре, никого к себе не допуская, и, наконец, был вынужден объявить, что дальше на восток свою армию не поведет. Но он хорошо понимал, что воевать без солдат или вопреки их желанию невозможно. Таким образом, на берегу реки Гефасис завоевательный поход Александра был закончен. Шел 326 год до нашей эры. Немного раньше, еще во время боевых действий на территории между Индом и Гефасисом, у Александра созрел план превратить свою македонско-азиатскую державу в монархию, охватывающую весь цивилизованный мир. На берегу Гефасиса Александр внезапно осознал, что все победы в Индии одержаны им напрасно, что у него нет сил не только для продолжения походов, но и для удержания завоеванного. Правда, понадобилась своеобразная солдатская забастовка, чтобы пелена, наконец, спала с его глаз. Необходимость расстаться с мечтой о мировом господстве Александр воспринимал как тяжелейшую личную катастрофу. Но что же было делать? Все дальнейшие действия Александра свидетельствуют об отказе не только от похода в долину Ганга, но и от земель к востоку от Инда. Он ограничивался азиатским царством, завоеванным у Ахаменидов. На Александра и его окружение Индия произвела сильное впечатление, в особенности встреча с экзотическими для греков и македонин, индийскими философами, которых греки называли обнаженными мудрецами, гимнософистами, вероятно, с дегамбрами, адептами одного из направлений джайнизма. Среди важнейших отличительных признаков дегамбров как раз и было обнажение тела. Первая встреча Александра с гимнософистами произошла в окрестностях Токсилы. Один из них, Дандамит, являлся советником Амбхи Токсилы, и именно ему последний был обязан решением дружески встретить Александра. Александр послал к гимнософистам кинника о несекрита. Кинизм имел немало черт, сближавших его с джайнизмом, и можно было ожидать, что философы найдут общий язык. Остается открытым вопрос, насколько точно передает традиция, восходящая к о несекриту, его разговор с гимнософистами. Есть основания думать, что о несекрит излагал джайнизм, понятый и интерпретированный на уровне кинизма. Когда о несекрит явился к обнаженным мудрецам, один из них, Калан, предложил ему раздеться, сесть на камень поблизости и вести беседы на философские темы. Калан хотел, чтобы о несекрит принял облик монаха Дигамбра. Только так он мог, по мнению индийского мудреца, воспринять учение и начать свой путь к постижению истины и к свободе. О несекрит испытывал немалые затруднения. Он, видимо, не очень понимал, почему нельзя разговаривать даже на отвлеченные темы, одетыми и в нормальной обстановке, и вовсе не желал приобщаться к джайнизму. Над о несекритом сжалился Дандамит. Похвалив Александра за его желание приобщиться к мудрости, он ограничился, в передаче о несекрита, банальными поучениями о необходимости быть выше наслаждений и страданий, отличать страдания от труда, в частности умственного, прекращать распри и совершать добро обществу и отдельным лицам. Все это соответствует джайнизским правилам поведения. Узнав от собеседника, что в Греции Пифагор, Сократ и Диоген проповедовали то же самое, Дандамит одобрил их учения, однако осудил образ жизни и поведения, отличавшиеся от дегамбрийских. С помощью амбхи таксила удалось уговорить Калана присоединиться к Александру. О его контактах с Александром известно мало, хотя источники и утверждают, что философ пользовался уважением царя. Рассказывают, будто однажды Калан продемонстрировал Александру притчу. Расстелив перед ним иссохшую шкуру, он сначала наступил на один, потом на другой ее край, и противоположные края по очереди поднимались, потом встал на середину, а вся шкура продолжала лежать на земле, Александр должен был понять, что ему следует находиться в центре своего царства, а не бродяжничать по окраинам. Однако самое сильное впечатление на Александра и его окружение произвело самоубийство Калана, обставленное пышной театрализованной церемонией. Никогда не болевший, престарелый философ занемог и решил умереть. По указанию Калана был сложен огромный костер, сопровождаемый торжественной процессией. Философ был принесен к месту действия, по другим вариантам подъехал на коне, и величественно возлег на приготовленное для него ложе. Греки и македонины особенно были поражены тем, что в бушующем пламени философ сохранил полную неподвижность. Передавали, будто, восходя на костер, Калан предсказал близкую кончину Александра, заявив о скорой встрече с ним в Вавилоне. Очевидно, беседовал Александр и с другими гимнософистами и брахманами, однако предания о вопросах, которые царь им задавал, и о полученных им ответах, по всей видимости, недостоверны. Более того, наши источники, вероятно, иногда путают дегамбров с брахманами. Свой отход Александр обставил, разумеется, приличествовавшими случаю церемониями, цель которых — показать, что он отступает только перед богами, а вовсе не перед людьми. По войску было объявлено, накануне переправы через Гефасис царь совершил жертвоприношение, и они оказались неблагоприятными. Воля богов заставила Александра отменить свои намерения. По приказу царя на берегу Гефасиса воздвигли двенадцать громадных алтарей и принесли жертвы богам. Вокруг лагеря на большом расстоянии от него македонени соорудили глубокий ров, а в самом лагере устроили двухместные палатки с громадными пять локтей, то есть примерно два с половиной метра, ложами и стойлами для коней, вдвое крупнее обычных. На месте лагеря и вокруг него разбросали оружие неправдоподобно больших размеров, чтобы индийцы поняли, с кем имеют дело. Уходя к Гедаспу, Александр передал власть над всей территорией между этой рекой и Гефасисом — Пору. Правителем северных областей он был вынужден назначить старого врага Абиссара. Однако, хотя последний и назывался Сатрапом, в его реальной власти и фактической независимости никаких существенных изменений не произошло. Сатрапом, провинцией к западу от Индии до границ Бактрии, Александр поставил Филиппа, сына Махаты. На Гедаспе Александра ждала большая флотилия. Он собирался плыть вниз по этой реке и далее по Инду к Индийскому океану. Армия должна была идти пешим порядком. Одна часть под командованием кратера вдоль правого берега реки, а другая под водительством Гефастиона вдоль левого. С пехотинцами шли боевые слоны. Флотилией командовал выдающийся греческий флотоводец Неарх, сын Андоротима. Неарх играл при дворе Александра заметную роль. В свое время он поддержал Александра, когда тот хотел жениться на дочери Пиксодара и был изгнан из Македонии. Вниз по Гедаспу армия и флот двигались, не встречая поначалу серьезных затруднений. Окрестные племена так или иначе оказывались вынужденными признавать власть македонского царя. Одни добровольны и мирно, другие — после стычки. У слияния Гедаспа и Акисины корабли Александра попали в мощные водовороты. Длинные военные суда понесли тяжелые потери. Волны ломали весла нижнего ряда, два корабля столкнулись, многие получили серьезные повреждения, немало воинов и моряков погибло. С трудом добравшись до тихой заводи, Неарх начал ремонтные работы. Сам Александр отправился в набег на окрестные племена. Когда ремонт закончился, флот продолжил свое плавание вниз по течению. Сухопутные войска, тремя отрядами, во главе которых находился Гефестион, Кратор и Птолемей, двинулись в том же направлении. У слияния Акисины и Гидраота они должны были ждать царя. Между тем Александр во главе отряда, состоящего из гипоспистов, пеших и военных дружинников, конных и пеших лучников и агриан, устремился через безводную пустыню в страну Маллов, Маллава. Перспектива новых столкновений с индийскими племенами вызвала в греко-македонской армии взрыв недовольства. Однако Александр сумел уговорить своих солдат, что эта экспедиция необходима. Через короткое время он подошел к одному из вражеских городов и взял его штурмом. К другому городу царь отправил Пердикку, но последний, найдя город пустым, начал преследовать беглецов. Спаслись лишь те, кто успел уйти в болото. После короткого отдыха Александр ночью двинулся к Гидраоту и на рассвете подошел к реке. Многие маллы уже переправились на восточный берег, и Александр повел свои войска следом за ними. Те маллы, которые не успели спрятаться, были перебиты, но большинство скрылись в, казалось бы, неприступной крепости. Македонская пехота сходу овладела ею, всех, кто оборонял ее, сделали рабами. Следующий город по Ариану Брахманов взяли штурмом, и почти все его защитники погибли. Захватив вслед за тем несколько поселений, оставленных маллами, и разбив их в сражении на восточном берегу Гидраота, войска подошли еще к одному городу. Во время штурма Александр первым взошел на стену. Обстреливаемый из луков и метательных орудий, осыпаемый дротиками, он спрыгнул внутрь крепости. Там, прислоняясь к стене, Александр упорно отражал атаки малов и многих убил, в том числе их предводителя. Тем временем лестница, по которой он взбирался, сломалась. На стену вместе с царем успели взойти только трое — Абрея, Певкест и Лемней. Абрея был сразу убит. Александра ранили в грудь, он обессилел, потерял много крови и упал. Лемней и Певкест его защищали. Ломая лестницы, македонине с большим трудом преодолевая земляную стену, приходили на помощь к Александру. Сеча становилась все более напряженной. Наконец, македонинам удалось взломать засов и открыть ворота. Ворвавшись в город, воины Александра перебили всех, в том числе женщин и детей. Когда из ран Александра извлекли стрелу, хлынула кровь, и он потерял сознание. Известие о ране Александра достигло македонского лагеря, разбитого у слияния Акесины и Гидраота, и вызвало там сильнейшее беспокойство. Александр велел срочно вести себя в лагерь. Приближаясь на корабле к месту, где стояла армия, он приказал убрать палатку, чтобы все могли его видеть. Сначала воины думали, что везут бездыханное тело. Но когда судно причалило, громкие крики, радостный плач раздались вокруг. Гиппосписты принесли носилки, но Александр потребовал коня. Приветствуемый солдатами, он доехал до шатра. Все должны были знать, что он, Александр, жив, здоров и вполне боеспособен. Действия Александра заставили уцелевших после разгрома малов и оксидраков Шудрака. Признать его власть. Флот опять поплыл вниз по Акисине. У впадения ее в Инд Александр соединился с Пердикой. Двигаясь на юг, он снова должен был, где мирными средствами, а где силой, устанавливать свою власть над окрестными племенами и владителями. Под его рукой оказались области Мусикана, Оксикана и Самбы. В конце июля 325 года до н.э. Александр прибыл на юг, в Паталы, современное Бахманабад. Когда в эту страну вступили македонские войска, население разбежалось. По приказу царя Гефестион начал возводить там крепость. В дельте Инда, у впадения реки в Индийский океан, Александр устроил порт и эллинги. Пока шло строительство, было предпринято плавание вниз по правому рукаву Инда. Не зная реки, моряки оказались в крайне затруднительном положении. К тому же на другой день после отплытия началась буря. Ветер дул против течения и гнал воду назад. Многие суда получили серьезные повреждения, некоторые были разбиты. Македонины спешно причалили к берегу, и Александр отправил своих людей на поиски лоцманов. Плавание возобновилось. Теперь флот вели индийцы, хорошо знавшие местность. Когда снова подул ветер с Индийского океана, они увели корабли в затоны. Между тем наступил отлив, и флот Александра оказался на суше. Моряки, прежде не сталкивавшиеся с подобными явлениями, перепугались. Лишь начало прилива немного их успокоило. Прилив повредил ряд кораблей, и их пришлось ремонтировать. В конце концов, трудная многодневная экспедиция завершилась. Корабли Александра бросили якорь у острова Киллутта в устье Инда. Сам Александр на нескольких судах вышел в океан. Пройдя двести стадий, около тридцати семи километров, он подошел к острову, лежавшему в открытом море. Однако дальше решил не плыть, вернувшись на стоянку. Александр, якобы по велению своего отца Аммона, устроил торжественное жертвоприношение Посейдону, бросив в море золотые чаши. Он молил Бога провести благополучно его флот кустью Тигра и Ефрата. В Поталах и в дельте Инда Александр провел несколько месяцев. Летние пассаты помешали выйти в океан, и Александр использовал это время для того, чтобы закрепиться в низовьях реки. У впадения Инда в океан в районе современного Карачи по его приказу началось строительство еще одного порта и эллингов. Во главе подразделений гипоспистов, конницы и пехоты царь отправился к протекавшей неподалеку реке Арабий. При его приближении жившие там арабиты бежали, сопротивление аритов Александр подавил, часть аритов вместе с гидроссами вознамерились защищать узкий проход в гидроссию, современный Белуджистан. Однако, едва узнав о подходе Александра, они разбежались, а их предводители сдались македонскому царю. Сатрапом области аритов Александр назначил Аполлонфона. Войска, оставленные в новой провинции, подчинил Леонату. Последний должен был ждать прибытия флота, основать еще один город, оплот греко-македонского господства и вообще устроить дела и жизнь аритов так, чтобы Сатрап, их правитель, пользовался расположением населения. В сентябре 325 года до н.э. начался поход через гидроссию и карманию в Персиду. Часть своей армии Александр припоручил кратеру и послал на север, в Арахосию. Оттуда, через страну Ариаспов, она должна была идти на юг для соединения с царем. Солдаты Александра шли недалеко от океанского побережья. Сначала дорога вела через местность, где обильно рос мирт. Выделяемая этим растением ароматическая смола мира в древности очень высоко ценилась. Торговля мирой доставляла колоссальные прибыли. Финикийские купцы, сопровождавшие армию Александр, не приминули воспользоваться случаем. Они собирали миру, нагружали драгоценной кладью мулов и ослов, везли ее на запад. Добывали они и благовонные корни нарда. Через некоторое время армия Александра вступила в сухую, безлюдную пустыню. Отправив на поиски жителей некоего Тоанта, сына Мандрадора, Александр узнал, что тот повстречал лишь несколько рыбачих семей, обитавших в убогих хижинах, сложенных из ракушечника и рыбьих костей. Воду, не вполне пресную, они добывали в ямах, которые вырывали на берегу моря. Ни продовольствия, ни питьевой воды достать было негде. Солдаты тяжело переносили трудную дорогу, палящее солнце, голод и жажду. Не меньшую опасность представляли и проливные дожди, приносимые ему сонами. Во время одного из таких дождей, ручей, у которого был сделан привал, вышел из берегов, погибло много народу, погибли и вещи, принадлежавшие Александру. Армию следовало обеспечить продовольствием, и этому Александр посвящал все свои усилия. Найдя с большим трудом такое место, где было вдоволь хлеба, он послал его солдатам, запечатав в юге своей печатью. Возчики и охрана взломали печати, не довезя хлеб до места, и царь не решился их наказать. Чтобы хоть в конце перехода накормить и напоить голодную деморализованную армию, Александр разослал гонцов к окрестным сатрапам с приказанием доставить продовольствие к границам пустынных областей. Царское повеление было исполнено. В ноябре 325 года Александр прибыл в Пуру, столицу Гидроссии. Таким образом, тяжелейший поход был завершен, однако уже к тому времени в Индии не было предполагавшегося спокойствия. Александру донесли, что Филипп, сатрап, оставленный им в Индии, убит. Правда, македонские стражи изловили и уничтожили убийц. Но сам Александр был вынужден ограничиться письмами к Евдему и Ампхитаксилу, чтобы они взяли на себя управление провинцией Филиппа до назначения нового сатрапа. Тем временем к Александру прибыли Ниарх и Онесекрит с докладом о своем плавании вдоль берега Индийского океана. Командовал экспедицией Ниарх. Он отплыл из Устья Инда, когда перестали дуть пассаты, в конце декабря 325 года до н.э. В его распоряжении находилось до 150 кораблей с командой около 5000 человек, финикин, египтян, греков, преимущественно критян и других островитян. Ниарх должен был обследовать прибрежный морской путь от Устья Инда до впадения в Персидский залив Тигра и Ефрата. Сколько-нибудь серьезных затруднений в дороге Ниарх не встретил. Изо дня в день корабли начинали с утра очередной переход, и гребцы работали веслами под монотонные возгласы келевстов. Сходя на берег, моряки добывали пресную воду. Иногда за ней надо было идти вглубь материка. Флотоводец тщательно фиксировал, где довелось проходить между отвесными скалами, где между прибрежными островами и материком, где встречались подводные камни, а в особенности гавани, удобные для стоянок. Плавание ознаменовалось столкновением у Устья реки Томер с местными жителями, вооруженными тяжелыми копьями, с обожженными остриями. Они не знали металла и металлических орудий, пользовались каменными рубилами, ходили в звериных шкурах или рыбьей кожи, заросшие густыми волосами люди, раздиравшие ногтями рыбу, произвели на моряков сильное впечатление. Дальше на запад Ниарх плыл вдоль берегов, населенных племенами рыболовов. Греки их называли ихтиофагами, рыбоедами. Жители одного поселка, Каламы, подарили Ниарху овец, приученных из-за отсутствия травы есть рыбу. Другого, киссы, бежали при появлении греко-македонского флота. Здесь мореплаватели захватили кос, достали и лоцмана, гидроссийца Гидрака, который вел экспедицию до берегов Кармании. Выйдя из пределов Индии, Ниарх достиг цели своего путешествия и прибыл с докладом к Александру. Таким образом, завоевательный поход Александра в Индию завершился. Упорное сопротивление индийцев, видимо, произвело на воинов Александра большое впечатление. Сказалась также усталость от многолетнего похода. Вероятно, немалую роль сыграло и то обстоятельство, что Индия, по крайней мере ее северо-западная часть, оказалась далеко не столь богатым объектом грабежа и наживы, как предполагали в начале похода. В записках участников похода не упоминается о захвате в Индии золота и драгоценностей. Александр вынужден был отступить. Из подчиненных территорий Синда и Пенджаба к западу Джалама Александром были созданы две сатрапии. На остальной территории были оставлены местные правители, оказавшиеся теперь в зависимости от сатрапов. Сразу же после ухода армии Александра в Индии начались смуты самих македонин и анти-македонские восстания индийцев. Результатом этого было быстрое изгнание завоевателей из страны. Поход Александра не был столь значительным событием для Индии, как для стран Ближнего Востока и Средней Азии. Завоеватели пробыли в стране только несколько лет и подчинили себе сравнительно небольшую ее часть. К тому же малозначительную с политической и экономической точки зрения. Тем не менее, для Индии этот поход не остался бесследным. С этого времени Индия начинает играть все большую роль в системе международных отношений. Выросла сухопутная торговля между Индией и странами Средиземноморья. Обмен посольствами между индийскими царями и царями эллинистических государств, а позже и Римом, становится все более частым явлением. Страны Средиземноморья ближе познакомились с Индией благодаря рассказам, запискам и воспоминаниям участников похода Александра. Глава пятая Индия в эпоху Маурьев Образование империи Маурьев Антимакедонское восстание, приведшее к изгнанию македонских гарнизонов из Индии, возглавил упомянутый выше Чандрагупта. Воспоминания о Чандрагупте, одном из самых замечательных государственных деятелей в истории Индии, прочно сохранились в народной памяти. Но вполне достоверных данных о нем и его деятельности очень немного. Сохранилось предание, что он не отличался благородством происхождения, принадлежал к варне Шудар и всем был обязан самому себе и своим выдающимся способностям. В молодости он служил у царя Магадхи Дханананды, но в результате какого-то столкновения с царем бежал в Пенджаб. Здесь он встретился с Александром Македонским, возможно, еще до окончательного изгнания македонин, около 324 года до нашей эры, или вскоре после изгнания. Мнение исследователей на этот счет расходится. Он организовал поход в Магадху, сверг Дханананду и сам занял престол. Положив этим начало династии, с правлением которой связано образование самого мощного в истории Древней Индии государства. По родовому имени Чандрагупты основанная им династия носила название Маурия. Сохранились сведения о том, что большую роль в свержении династии Нандов и воцарении Чандрагупты сыграл Брахман Каутилья Чанакья, занимавший впоследствии должность главного советника Чандрагупты, выдающийся государственный деятель, сторонник сильной царской власти. Вероятно, Чандрагупте удалось подчинить себе всю Северную Индию, но конкретные данные о его завоевательной деятельности до нас почти не дошли. Ко времени его царствования относится еще одно столкновение с греко-македонинами. Около 305 года до нашей эры Селевк I попытался повторить поход Александра Македонского, но при вторжении в Индию он встретился с совершенно другой политической обстановкой, так как Северная Индия была уже объединена. Подробности войны Селевка с Чандрагуптой нам неизвестны. Условия заключенного между ними мирного договора показывают, что поход Селевка был неудачным. Селевк уступил Чандрагупте значительные территории, соответствующие современному Афганистану и Белуджистану, и дал в жены индийскому царю свою дочь. А Чандрагупте передал Селевку 500 боевых слонов, которые сыграли важную роль в дальнейших войнах Селевка. Умер Чандрагупте, вероятно, около 298 года до нашей эры, а его преемники и сыне Бендусари, кроме имени, неизвестно почти ничего. Можно предположить, что он не только сохранил все свои владения, но даже значительно расширил их за счет государства Южной Индии. Вероятно, отражением активной завоевательной деятельности Бендусары является его прозвище Амитрагхата, что значит «истребитель врагов». Сын его Ашока около 273-236 годов до воцарения был наместником в северо-западной, а потом западной части государства. Ашока получил в наследство от отца огромное государство. За время своего царствования он присоединил еще одно государство Южной Индии — Калингу, современная Ориса. 150 тысяч человек было угнано оттуда, 100 тысяч убито и во много раз больше умерло, рассказывает об этом сам Ашока в одной из сохранившихся от его времени надписей. С подчинением Калинга Ашока стал царствовать над всей Индией, кроме крайней, южной части полуострова. Общественно-экономическое устройство империи Маурьев Об экономическом строе, общественных отношениях, идеологии и культуре Древней Индии второй половины первого тысячелетия до нашей эры мы знаем значительно больше, чем о предыдущем периоде, так как письменные источники гораздо обильнее и более определенно датируются. К сожалению, археологические данные все еще скудны. К этому периоду относятся первые попытки кодификации норм обычного права, дающие ценнейший материал, освещающий жизнь индийского народа с различных сторон. Одним из таких сборников является Манавадхарма Шастра, обычно переводимый как «Законы Ману». Так, как составление этого сборника приписывается прародителю людей Ману. Окончательно он сложился около начала нашей эры, но основной материал относится к периоду значительно более древнему. В это же время появляются трактаты по различным вопросам. Самым важным из них является Артха Шастра, наука о политике, руководство царю в управлении государством. Составление Артха Шастры приписывается главному советнику Чандрагупты Каутилье, и весьма возможно, что какое-нибудь его сочинение этого рода легло в основу этого трактата, который дошел до нас. Много данных об Индии этого времени имеется в буддийской и джайнской религиозной литературе, а также в работах греческих и римских авторов. Кроме этих источников, в Индии сохранились надписи, которые дешифрованы и содержат ценную историческую информацию. Развитие земледелия, ремесла и торговли Технический прогресс ко времени образования империи Маурьев в Индии привел к серьезным сдвигам в развитии производительных сил. Применение железа для изготовления орудий труда становилось в Индии явлением совершенно обычным, и железо окончательно вытеснило другие материалы. Сельское хозяйство достигло высокого уровня, причем земледелие уже явно преобладало, а скотоводство имело подсобное значение. Наряду с возделыванием полевых культур, риса, пшеницы, ячменя, а также проса, бобовых, сахарного тростника, хлопка, кунжута, большое значение приобретают садоводство и огородничество. Земледельцы использовали также приемы орошения, поскольку земледелие распространялось и на территории, не орошаемые разливами рек, а также на территории, бедные атмосферными осадками. Все шире применялось искусственное орошение посредством каналов, колодцев, прудов, хотя очень крупные сооружения возводились еще, по-видимому, редко. Сбор с одного поля двух урожаев в год становился все более обычным явлением. Продолжало развиваться и совершенствоваться ремесло. Начиная с этого времени и в последующие периоды древности и средневековья, Индия для других стран была поставщиком именно ремесленной продукции и, в первую очередь, высококачественных хлопчатобумажных тканей. Индийские ремесленники достигли больших успехов в металлургии, холодной обработке металлов, в обработке камня, дерева, кости и т.д. Индийцы умели сооружать плотины, водоподъемные колеса, здания сложной архитектуры. Существовали царские судоверфи, строившие речные и морские корабли, а также мастерские по изготовлению парусов, канатов, снастей и т.п., оружейные мастерские, монетные дворы и т.д. Ремесленники населяли главным образом города и занимались обслуживанием нужд государства и потребностей рабовладельческой знати в предметах роскоши, в предметах, которые не производились рабами и челядью в домашнем хозяйстве этой знати. Город и деревня были слабо связаны товарообменом. Сельские жители в своем большинстве, в свободное от полевых работ время, обычно занимались каким-нибудь ремеслом, чаще всего предением и ткачеством. Кроме того, имелись сельские ремесленники, кузнецы, гончары, плотники и другие специалисты, полностью удовлетворявшие несложные нужды деревни. Правда, встречаются упоминания о деревнях, все жители которых славились как искусные мастера в каком-нибудь ремесле, но это объясняется, вероятно, близостью к месту нахождения исходного сырья и особыми удобствами его добывания, залежами соответствующих глин или руд, наличием лесов с хорошей строевой и поделочной древесины и т.д. Но основным занятием жителей в этих деревнях оставалось земледелие. Несмотря на преобладание натуральных отношений, торговля была относительно развитой. Торговые сделки, купцы и купеческие караваны упоминаются в литературных источниках очень часто. В основном торговля велась предметами роскоши, дорогими тканями, драгоценными камнями, украшениями, благовониями, пряностями. Из предметов массового потребления наиболее обычным объектом торговли являлась соль. Для транспортировки грузов использовался вьючный скот и колесный транспорт. Большое значение имели водные пути сообщения, в особенности река Ганг. Постепенно развивается торговля с другими странами. Главным портом по торговле с Месопотамией и Египтом был Бхри-Гукачха, современный брочь у Устья-Нарбады. Торговля с Цейлоном и Юго-Восточной Азией велась в основном через порт Тамролипти, современный Тамлук в Западном Бенгале. Через всю Северную Индию, от Магадхи до горных проходов на северо-западе, проходила благоустроенная дорога, построенная при Чандрагупте. Она имела не только военно-стратегическое, но большое торговое значение, так как была основной магистралью, связывавшей долину Ганга и Пенджаб с Ираном и Средней Азией. Рост торговли привел к появлению металлических денег. Еще в первые века, первого тысячелетия до нашей эры, в качестве денег использовались куски или связки кусков меди, серебра или золота определенного веса, нишка. В пятом-четвертом веках до нашей эры появляются серебряные монеты, называвшиеся Каршапана или Дхарана. Возможно, что еще раньше появилась медная монета. Однако простой обмен товаров, видимо, продолжал оставаться важной формой торговли. В империи Маурьев торговля подвергалась строгой регламентации со стороны государства. Специальные чиновники следили за правильностью мер и весов, за порядком на рынке, за мошенничество, за продажу недоброкачественных продуктов и тому подобное. Виновные подвергались наказаниям, чаще всего денежным штрафам. Торговлей занимался и сам царь. Его товарами и от его имени торговали специальные царские служащие, в ведении которых находился целый штат торговцев. Интересно введение в то время царской монополии на торговлю некоторыми товарами, продуктами горных разработок, солью, спиртными напитками. Древняя урбанизация в Индии Древние индийские города в своем большинстве возникли как столицы государств, и их значение росло и уменьшалось в прямой зависимости от общего ослабления или усиления этих государств, от успехов и неудач их государей в войнах. Таким образом, возникновение и развитие городов не было непосредственным результатом отделения ремесла от сельского хозяйства, и они оставались прежде всего административными центрами, опорными пунктами рабовладельческой знати, хотя неизбежно должны были притягивать некоторое количество ремесленников и торговцев для обслуживания нужд рабовладельцев и их государства. Впрочем, многие из городских ремесленников продолжали оставаться также и земледельцами. Несомненно, что это придавало своеобразие древнеиндийским городам. В то время в Древней Индии насчитывалось большое количество многолюдных, богатых и сравнительно благоустроенных городов. Из наиболее важных городов следует отметить столицу Магадхи Палатипутру, современная Патна, Раджагриху, современный Раджгир, Варанаси, современный Бенарис, Такшашилу, таксила у древних греков, в настоящее время от города остались только развалины, и уже упоминавшиеся портовые города Бхригукачха и Тамролипки, Прославленные в Махабхарате, Хастинапур, столица Кауравов и Индопрастха, столица Пандавов, современный город Дели, а также воспетая в Ромаине, Айодхья, уже потеряли свое значение. Города в долине Ганга не отличались величественной внешностью. Дворцы богачей строились из дерева и только изредка из кирпича, а жилища бедняков были и вовсе хижинами, поэтому остатков городов сохранилось очень мало. Укрепления городов также, видимо, были не очень совершенными. Так даже столица Магадхи, Паталипутра, имевшая, как утверждает посол Селевка в Индии, Мегасфен, в длину около пятнадцати километров, а в ширину около трех километров, была окружена стенами с пятью стами семью десятью башнями, но и стены, и башни были деревянными. Городское управление, взимание пошлин с торговцев и налогов с ремесленников и тому подобное, было подчинено штату городских служащих. Ремесленники и купцы в городах были организованы по специальностям в корпорации «Шарени». Во главе каждой «Шарени» стоял выборный старшина «Шрештхин», отвечающий за своевременное исполнение членами «Шарени» повинностей. Рабство Само собой разумеется, что рабство, как мы понимаем его из классической литературы, в основном по истории Древнего Рима, в Индии не было. Мегасфен отметил особенность общественного строя Древней Индии. Достопримечательностью земли индийцев является то, что все индийцы свободны, и ни один индийц не является рабом. В этом сходство лакедеманем и индийцев. Но у лакедеманем рабами являются и лоты, и они же выполняют подобающее рабам. У индийцев же никто не является рабом, ни тем более кто-либо из индийцев. Долгое время это категорическое утверждение считалось в исторической науке достаточным доказательством того, что Древняя Индия не знала рабства. Но дальнейшее изучение древнеиндийских источников с несомненностью показало, что рабство в Индии было распространено достаточно широко, но вместе с тем рабовладению в Индии был присущ ряд особенностей, которые, вероятно, и ввели в заблуждение мегасфенам. На древнеиндийском языке, санскрите, раб передавалось словом «даса», что означало не только раб, но и «слуга». Особого наименования для понятия раб у древних индийцев не выработалось, и термин «даса» обозначал людей с разной степенью личной зависимости, дорабской включительно. В древнеиндийских сборниках законов упоминаются разные категории «даса» до пятнадцати, причем людей, принадлежавших к некоторым из них, никак нельзя считать рабами в точном смысле слова. Основными источниками рабовладения в четвертом-третьем веках до нашей эры были обращение в рабство военнопленных, продажа или заклад свободных, распространенное шире, чем раньше долговая кабала, обращение в рабство в наказание за преступление. Дети рабыни были также собственностью ее хозяина. Рабом мог стать каждый человек, даже член высших варн, а также представители народностей и племен, рассматриваемых древними индийцами как варвары, млечха. Однако большинство рабов было из членов низших варн и млечхов, а большинство рабовладельцев — из высших варн. Рабовладельческое государство стремилось ограничить возможности обращения в рабство членов высших варн и облегчить возможности их освобождения от рабства. Рабы принадлежали государству, частным лицам или были коллективной собственностью, например, собственностью общины. Труд рабов использовался в хозяйстве царя и рабовладельческой знати, на строительствах общественных сооружений, в рудниках. Есть известие о существовании крупных царских хозяйств, в значительной мере основанных на рабском труде. Можно предполагать, что некоторые представители рабовладельческой знати также имели такие хозяйства, но для древнеиндийской экономики рабовладельческие латифунди с большим количеством рабов, занятых на полевых работах, не характерны. Существовали крупные царские мастерские, оружейные, ткацкие и другие, но частные мастерские крупных размеров неизвестны. Да и в царских мастерских рабский труд, насколько позволяют судить крайне скудные данные источников, отнюдь не преобладал. Наиболее обычной сферой применения рабского труда было домашнее хозяйство. Естественно, что численность женщин-рабынь, которые имелись в каждой состоятельной семье, была значительно большей, чем численность рабов-мужчин. Но если труд рабов в древнеиндийской экономике имел меньший удельный вес, чем в экономике развитых рабовладельческих государств Средиземноморья, то это не значит, что он был незначителен. Рабовладельческая знать, не исключая царя, стремилась к тому, чтобы лично ей принадлежавшее хозяйство было в наибольшей степени самообеспеченным. В этих условиях к числу работ в домашнем хозяйстве относились и такие работы, как снабжение водой, помол и обсушивание зерна, приготовление молочных продуктов, выжимка масла, уход за домашним скотом, плетение циновок, придение, ткачество, ремонтно-строительные работы и т.д. Все эти трудоемкие работы выполнялись рабами наряду с личным услужением. Рабы были такой же собственностью своих хозяев, как и всякое другое имущество. Раб двуногая двипада также мог продаваться, закладываться, обмениваться и т.д., как и домашний скот, четвероногая чатушпада. Но в своей производственной деятельности раб был тесно связан с младшими членами большой патриархальной семьи и прочей домашней челядью. Вследствие этого и в повседневной жизни его отношения с хозяевами отличались патриархальной простотой. Недаром древнеиндийскими законодателями положение раба определялось как соответствующее положению замужней женщины. Наличие патриархальных отношений между рабом и хозяином вовсе не умаляло власти последнего в отношении раба, так как власть главы семьи была и по отношению к членам семьи почти безграничной, вплоть до права продажи жены и детей и применения по отношению к ним любой меры наказания, включая предание смерти. Во всяком случае, рабы обязаны были беспрекословно повиноваться, и жестокие наказания рабов, особенно потомственных, избиения, заковывания в цепи, клеймения были явлением обычным. Немаловажной особенностью рабства в Индии следует считать то, что рабы в значительной части были соотечественниками своих хозяев. При существовании еще значительных пережитков первобытно-общинных отношений и родовых связей, обращение свободного в рабство не могло сразу оборвать семейные и родовые связи. Поэтому раб сохранял, по крайней мере, иногда и в некоторых частях страны, право на владение имуществом, приобретенным, полученным, в дар, унаследованным, на передачу его по наследству. Он часто имел семью, хозяин при общении с рабом должен был учитывать его принадлежность к той или иной варне. Восстание. Борьба рабов против рабовладельцев характеризуется примитивными формами, уклонением от работы, побегами, разбоем и тому подобное. Не исключено, что рабы сопротивлялись и более активно, но источники не дают на этот счет прямых указаний. Несмотря на свою относительную примитивность и неразвитость, рабовладельческие отношения определили структуру древнеиндийского общества. Владение рабами позволило родоплеменной аристократии выделиться из массы рядовых свободных общинников, добиться экономического и политического преобладания, захватить и поставить себе на службу племенные органы управления. Превратившиеся постепенно в государственный аппарат. В принципе, так возникали государства у всех этносов. Сельская община в Индии Историческое развитие Индии обусловилось тем, что рабство, возникшее в недрах первобытно-общинного строя, не смогло развиться до античных форм, а основным фактором, тормозившим развитие рабовладельческих отношений, была сравнительно большая устойчивость индийской сельской общины как формы экономической и социальной организации свободного населения. Важной особенностью производственного процесса Древней Индии, особенностью бывшей следствием специфических природных условий и низкого уровня развития техники, являлась настоятельная необходимость коллективных усилий организованных масс людей. Природные условия определяли во многом характер устройства сельского населения Индии. Такие работы, как вырубка джунглей, осушение или рушение значительных земельных площадей, предохранение их от наводнений, не могли успешно проводиться отдельной семьей, даже если эта семья была большой, неразделенной. Сельская община не была одинаковой по своей форме в различных частях страны. В наиболее отсталых районах, еще мало затронутых развитием рабовладельческих отношений, община была родовой, с коллективной собственностью на средства производства, коллективным трудом и равным распределением продуктов. В относительно более развитых рабовладельческих государствах земля и источники орошения и водоснабжения находились еще во владении общины, но коллективной обработки земли уже не было. Во многих случаях пахотная земля периодически делилась между семьями полноправных общинников, а в нераздельном пользовании оставались пастбище, выгоны и т.д. Другой основой общины, помимо коллективного владения землей, было непосредственное соединение земледелия с ремеслом, превращавшее общину в самодавляющее экономическое целое. Почти весь продукт производился для непосредственного потребления самой общины, а не на продажу. К тому же члены общины, как правило, ничего не покупали на стороне, поскольку каждое отдельное хозяйство удовлетворяло большинство своих нужд собственной продукцией, а для получения ремесленных изделий община содержала за свой счет нескольких ремесленников — кузнеца, плотника, горшечника, серебряных дел мастера и некоторых других. Таким образом, каждая община была очень мало связана экономически с другими общинами и с городами, что значительно замедляло развитие товарно-денежных отношений в стране. Община была не только самодавляющей экономической единицей, но и общественным организмом, в значительной мере автономным в политическом отношении. Государственная администрация во внутренние дела общины почти не вмешивалась. У общины была своя сельская администрация, иногда выборная, но иногда наследственная. Государственные повинности, которые община выполняла, накладывались не на каждого общинника в отдельности, а на всю общину в целом. Это, в свою очередь, тормозило разложение общины. Существование общины в условиях рабовладельческих отношений не могло не сказаться и на ней самой. Община иногда имела в коллективной собственности рабов, занятых на различных грязных работах, на ремонте и очистке оросительных сооружений и т.д. Некоторые ремесленники, содержавшиеся за счет всей общины, по-видимому, также были рабами. Прочность индийской сельской общины была главной причиной, мешавшей широкому развитию рабовладельческих отношений в Индии. Кроме того, существование общины тормозило развитие частной собственности на основное средство производства на землю. Поэтому для Индии на протяжении всей рабовладельческой эпохи была характерна государственная верховная собственность на землю. Такая форма организации собственности позволяла вельможам при помощи государственных служащих не только обирать свободное население Индии, но и широко использовать рабов в услужении. Государственный строй Еще до объединения государств Индии под властью Маурьев, государственная власть носила характер восточной деспотии. В империи Маурьев эта форма государства получила дальнейшее развитие. Среди населения всячески поддерживался культ царя и распространялось учение о божественном происхождении царской власти. Однако обожествление личности царя не мешало тому, что дворцовые интриги, перевороты, междоусобицы были в Древней Индии самыми обычными явлениями. По свидетельству древних писателей, царь Магадхи был вынужден каждую ночь менять свою спальню, чтобы сбить с толку возможных заговорщиков. При царе был совет Паришат, состоявший из представителей знатнейших семей рабовладельческой аристократии. Паришат имел лишь совещательные функции. Для управления большим государством существовал многочисленный и сложный аппарат, обслуживавший царскую канцелярию, налоговое ведомство, военное ведомство, монетный двор, царское хозяйство. Высшими должностными лицами были главный Монтрин, возглавлявший царскую администрацию, Синопати, командующий войсками, Пурохита, главный жрец, Дхармадьякша, главный авторитет по вопросам судопроизводства и толкования законов, астролог и другие. Большую роль в управлении страной играли тайные осведомители, руководство которыми находилось непосредственно в руках царя. Царские чиновники получали жалования либо деньгами, либо, что бывало чаще, натурой. Основой государственного административного деления было село Грама. Следующую по величине территориальную единицу составляли десять сел, два десятка объединялись в двадцатку, пять двадцаток — в сотню, десять сотен — в тысячу. Во главе всех этих административных округов, за исключением Грамы, стояли чиновники, получающие жалования. Высшие из них, в ведении которых находилось тысяча сел, подчинялись непосредственно царю. Вся территория государства Мауриев делилась на наместничество, за исключением Магадхи, находившейся в ведении самого царя. Наместниками были родственники или близкие доверенные лица царя, но они были не правителями, а скорее наблюдателями, так как государство Мауриев представляло собой сложный комплекс государств и племен, правители которых находились в различных отношениях зависимости. Внутренняя администрация этих зависимых и подчиненных государств и племен оставалась автономной. Армия индийского царя во время войны состояла из его собственного войска, войска союзников и ополчения племен, подчиненных царю. Источники утверждают, что Чандрагупта в случае войны мог собрать армию до шестисот тысяч пехоты, тридцати тысяч кавалерий и девяти тысяч слонов. Но постоянная армия Магадхи была значительно меньшей по численности и состояла в мирное время из наемников, получавших жалования натурой или деньгами. Сухопутная армия комплектовалась из четырех основных родов войск — пехоты, кавалерии, колесниц и слонов. Причем боевые слоны были главной ударной силой в сражении. Каждый из этих родов войск имел свою систему управления и свое командование. Кроме того, были еще управление флотом, а также военным хозяйством и снабжением. Вооружение индийской армии было разнообразным, но основным оружием для всех родов войск был лук. Для содержания государственного аппарата требовались большие средства. С земледельцев-общинников налоги собирались в виде урожая — бхага. Согласно источникам, традиционной долей была одна шестая, но возможно, что выражение «шат-бхага» — шестая доля — было только условным термином. Брался налог натуры также со скота, с садов и так далее. Кроме того, свободные земледельцы должны были отработать некоторое число дней в году на строительстве общественных сооружений — вишки, налог трудом. Ремесленники обязаны были в виде налога сдавать царю часть своей продукции, а также в некоторых случаях работать на царя. В источниках упоминается об обязанности ремесленников отрабатывать на царя один день в месяц. Ремесленники отдельных специальностей, например, оружейники, обязаны были сдавать государству всю продукцию. Немаловажным источником дохода для царской казны были косвенные налоги. Торговые сделки облагались многочисленными пошлинами, шулка, взимавшимися тщательно организованным налоговым аппаратом. Уклонение от уплаты торговых пошлин наказывалось очень строго вплоть до смертной казни. Судебная система была еще примитивна. Уголовные дела разбирал глава исполнительной власти в данном округе. Некоторые наиболее важные дела разбирал лично царь. Приговор исполнялся немедленно. При решении гражданских дел применялось третейское разбирательство. Самым обычным наказанием было членовредительство, особенно за нарушение права частной собственности и за нанесение телесных повреждений. Но уже наметилась тенденция заменять наказание этого рода денежными штрафами. К этому периоду относятся первые попытки кодификации обычного права. Сборники законов Дхарма-сутры и Дхарма-шастры не были кодексами законов в современном смысле. Это были только наставления, основанные на священных текстах и составленные брахманской школой. Буддизм и джайнизм Брахманизм в своей основе является религией с элементами шаманизма, и отправление его ритуалов в Индии того периода вполне оправданно. Но развитие производительных сил потребовало и прогресса мировоззренческих систем, тем более, что в период, когда рабовладельские отношения окончательно оформились, брахманизм, религия раннерабовладельческого общества, освещавшая племенную раздробленность и исключительность, не мог уже служить удовлетворительной идеологической основой для складывавшихся крупных рабовладельческих деспотий. Появляется буддизм, идеология относительно развитого рабовладельческого общества в Индии. В буддийской религиозной литературе, относящейся ко времени близкому к началу нашей эры, основание этой религии приписывается странствующему проповеднику Сиддхартхе, известному под прозвищем Шакьямуни, отшельнику из племени Шакьев. Годы его жизни определяются прежде всего между 560-480 годах до нашей эры. Буддийские предания рассказывают, что Сиддхартха, происходивший по преданию из царского рода Гаутамы, 29 лет отруду, ушел из отцовского дома, чтобы найти путь избавления от страданий для себя и для всего человечества. Отшельником и странствующим проповедником он пробыл около семи лет. Наконец он нашел истинный путь к спасению и с этих пор стал называться Будда, Буддха, что значит осененный истинный, просветленный знанием, уразумевший. Более сорока лет после этого он бродил по городам и селам средней части долины Ганга, проповедуя свое религиозное учение, за которым утвердилось название буддизм. Личность Будды, как о нем рассказывают буддийские предания, выглядит совершенно легендарной, но миф о Будде по-своему отражает напряженную обстановку середины первого тысячелетия до нашей эры, обострение социальных противоречий в связи с развитием рабовладения, усилием сословных различий и так далее. Буддизм был одним из учений, которые призывали ограничиться заботами только о личном спасении, отказавшись от попыток переустройства общественных отношений. В своих основах буддизм в том виде, в каком он излагался в третьем, втором веках до нашей эры, обнаруживает тесную связь с древнеиндийскими племенными религиями и брахманизмом. Буддизм. А жить значит страдать. Следовательно, каждый должен стремиться к тому, чтобы он после смерти не возрождался бы в другом живущем существе, так как это бы означало новую жизнь, а следовательно новые страдания. Нирвана — состояние, при котором человек навсегда выключался из процесса перерождения. Вот идеал, к которому надо стремиться. Причиной возрождения человека по учению о карме является поступок, деяние. Поступок является следствием желания. Путь к нирване — отказ от мира и всех привязанностей в жизни. Из этих основных положений буддизма следует несколько весьма важных выводов. Каждый может спастись от перерождений сам, для этого достаточно отказаться от привязанностей к жизни, от желаний. Следовательно, для богов, игравших в брахманизме роль хранителей людей, не находилось место. Оказывались ненужными жертвоприношения, ибо человеку некого задаривать и незачем. Оказывались излишними и жрецы, исполнители жертвоприношений, знатоки культа, посредники между людьми и богами. Происхождение, этническая или племенная принадлежность, принадлежность к той или иной варне — все это с точки зрения буддизма само по себе не может ни обеспечить достижение нирваны, ни поставить на пути к этому неодолимые препятствия. Хотя буддийские проповедники никогда не призывали к ликвидации системы ВАРН, но распространение буддизма не могло не способствовать ослаблению этой системы вследствие отрицания им значения этого института. Для буддизма действительно только деление общества на свободных и рабов. Первые равны в своем праве на спасение, вторые оказывались лишенными этого права, так как они, в силу своей личной зависимости, не могли быть свободными от совершения поступков. Для значительной части литературы о раннем буддизме характерно одностороннее выделение положений о любви к ближнему, сострадание ко всему живому, все прощения, содержащихся в буддийской литературе. Но в действительности последовательному буддисту должны быть равно чуждые и чувства злобы, и чувства любви, иначе неизбежны деяния, а, следовательно, и действия закона кармы. Равнодушие к явлениям жизни, проповедуемое буддизмом, использовалось как средство морального разрушения угнетенных в их борьбе против угнетателей, служило препятствием к объединению их усилий в этой борьбе. В связи с распространением буддизма возникает монашеская община, сангха, довольно хорошо организованная, с твердой дисциплиной, с монашеской иерархией. В сангху не принимались только рабы, все свободные принимались без различия их общественного положения, но руководящее положение в сангхе занимали выходцы из знатных и богатых семей. С самого возникновения буддизма, которое может быть отнесено к VI веку до н.э., число его сторонников стало быстро увеличиваться. У угнетенной бедноты буддизм пользовался успехом благодаря проповеди духовного равенства всех свободных, а также вследствие демократичности буддийской сангхи. С зажиточных горожан буддизм привлекал тем, что не требовал ни жертвоприношений, ни обязательного вступления в сангху, ни существенных изменений в образе жизни. Буддийский культ был проще, понятнее. Проповедь, совершенно несвойственная брахманизму, произносилась на обычных разговорных языках. Буддизм проповедовал пассивность и примирение с действительностью, поэтому он рассматривался государством как неопасное учение и не подвергался преследованиям. Он встретил упорного врага только в жречестве, но антижреческая направленность буддизма вполне устраивала класс рабовладельцев в целом, для которого в этот период главным было богатство — обладание рабами, а не родовитость происхождения. Показательное в этом отношении появление царских династий, даже таких могущественных, как панды и, возможно, маурии из шутер. Господствующий класс не мог примириться с тем, что одна из частей этого класса — жречество — претендует на привилегированное положение на основании уже обветшалых традиций. Кроме того, буддизм как религия, не связанная с племенными местными культами, мог послужить подходящей идеологической основой для складывающихся крупных государств. Буддийское духовенство и монашество, в отличие от брахманистского жречества, могло быть организовано в масштабе всей Индии, а потому могло более действенно служить господствующему классу и его государству. Уже в V веке до н.э. буддизм стал поддерживаться и приниматься рабовладельческой знатью. Согласно буддийским преданиям, при содействии царя Аджаташатру в Магадхе был созван первый буддийский собор, на котором был составлен первый устав буддийских общин, а также были записаны изречения Будды, сохранившиеся к тому времени в памяти его учеников. К первой половине IV века до н.э. буддийские предания относят созыв Второго Буддийского собора. Ко времени образования государства Маурьев буддийская монашеская община была серьезной экономической и идеологической силой. Неудивительно, что цари этой династии использовали буддизм в своих интересах. В тот же период, что и буддизм, и, вероятно, по тем же причинам, сложилось другое религиозное учение — джайнизм. Основателем этой религии или, может быть, ее реформатором, как полагают многие исследователи, считается Вартхамана Махавира. Традиционная биография основателя джайнизма сходна с биографией Будды. Ему также приписывается знатное происхождение. Он также в зрелом возрасте покинул родительский дом, чтобы жить отшельником. Двенадцать лет вел он жизнь Аскета, а на тринадцатом стал джиной-победителем. Отсюда и происходит название религии. Джайнизм, как буддизм, признает за каждым право на спасение души путем самосовершенствования, а также отрицает брахманистский пантеон богов, жертвоприношения, жречество, религиозное освящение системы варн. Отличием вероучения джайнов является признание вечности души, поэтому и нирвана у джайнов — это не угасание души, а достижение ею вечного блаженства. Джайны отрицают также, что всякая жизнь — зло. По их учению только дурная жизнь — зло. Особое отношение у джайнов складывается к аскетизму. Они признают его как подвиг. Крайне сложно описывать указанный период по причине недостаточности как первоисточников, так и отсутствию или скудности материальных свидетельств того времени. При Ашоке, который правил примерно в 268-232 годах до н.э., в основном сложилась охарактеризованная выше административная система. Идеологической основой разноплеменного государства Ашоки стал буддизм, который к этому времени доказал свою пригодность в качестве общегосударственной религии. Ашока сам принял буддизм и всячески способствовал его распространению. В 253 году до н.э. им был созван в Паталипутре буддийский собор, вероятно, первый, потому что предания о двух буддийских соборах в V и IV веках до н.э. являются малодостоверными. Задачей этого собора было оформить буддизм в единое целое как в основах вероучения, так и в организационном отношении, сделать буддийскую церковь мощным оружием в руках государства. На соборе были утверждены канонические основы буддизма, религиозная литература, ритуал, единые организационные принципы буддийской общины и т.д. В том виде, в каком он к этому времени сложился в Индии, а также были обсуждены возникшие к этому времени ереси, многочисленные предания сохранили воспоминания об Ашоке как о строителе буддийских монастырей и ступ сооружений, хранящих какую-либо реликвию, связанную с Буддой. Эти предания утверждают, что Ашокой было построено восемьдесят четыре тысяч ступ. Вследствие обилия буддийских монастырей Вихара или Бихара, за Магадхой в середине века утвердилось название Бихар. Важным историческим событием этого периода являются надписи Ашоки, высеченные на скалах и колоннах. Их сохранилось более тридцати в различных частях Индии. Надписи в форме предписаний царя содержат наставления, выдержанные в основном в духе морали. Кроме того, в надписях подчеркивается необходимость повиноваться властям, слугам царя, родителям и старшим. За выполнением этих наставлений должен был следить специальный штаб чиновников во главе с Дхармом Антрином, советником царя по делам Дхармы, закона, в смысле закона благочестия, так обычно называли буддисты свою религию. Для времени Ашоки характерна активизация внешней политики Маурьев. Завязываются более тесные связи с эллинистическими государствами. В надписях Ашоки упоминается о связях с Сирией, Египтом, Киреной, Эпиром, а также с некоторыми государствами Юго-Восточной Азии. В то время широко использовалась практика внедрения за рубежом буддизма. Это усиливало политическое влияние державы Маурьев. Для этого использовались буддийские миссионеры. Они рассылались по инициативе и при поддержке государственной власти далеко за пределы Индии, что привело с III века до н.э. к распространению буддизма на острове Цейлон, а затем в Бирме, Сиаме, в Индонезии. Разрушение империи Маурьев Различные части Индии были населены разными племенами. Различие в природных условиях приводило к неравномерному развитию экономики. Именно поэтому, несмотря на все усилия, Ашока не смог укрепить государство, многого ему добиться не удалось. Слишком сильны были различия в уровне экономического и общественного развития отдельных частей Индии, слишком она была разноплеменна. Вскоре после смерти Ашоки в 236 году начался распад империи Маурьев. Вероятно, сыновья Ашоки начинают уже делить ее между собой. Последний представитель династии Маурьев, еще удерживавшийся в Магадхе, Брихадратха, был около 187 года до н.э. свергнут и убит своим военачальником Пушьямитрой, основавшим династию Шунга. Наряду с внутренними причинами, обуславливающими недолговечность государств подобного рода, немалую роль в распаде империи Маурьев сыграли завоевательные походы в Индию греко-бактрийцев и парфян. В начале II века до н.э. во время правления Деметрия греко-бактрийцами была подчинена долина реки Кабула и часть Пенджаба. Деметрий и его преемники титуловались на монетах как цари индийцев. Они совершали грабительские набеги в соседней области Индии. В источниках имеются упоминания о том, что царь Менандр в своих походах в долину Ганга доходил до самой Паталипутры, но подчинить Магадху ему все же не удалось. После распада греко-бактрийского царства на территории северо-западной Индии образовалось весьма своеобразное государство со столицей в городе Шакала, современный Сиалкот в Пенджабе, в котором царями были греки, знать состояло из греков и в значительной мере из уроженцев Средней Азии, а основная масса населения была индийской. Однако вскоре завоеватели растворились в местном населении, не оставив и следов пребывания в стране. Как утверждают индийские источники, уже Менандр стал буддистом. Его преемники носили чисто индийские имена. Монеты, которые они выпускали, имели и греческие, и индийские надписи. Около 140-130 годов до н.э. э. э. эллинистические государства в Бактрии были разгромлены племенами, входившими в состав мощной конфедерации массагетов в Средней Азии, которых в исторической литературе обычно называют китайским наименованием Юэчжи. В конце второго, начале первого века до н.э. эти племена, вторгшиеся в Индию и называвшиеся здесь шаками или саками, подчинили себе большую часть северо-западной Индии, а, возможно, даже часть центральной Индии. В начале первого века новой эры часть северо-западной Индии оказалась подчиненной парфянам. Здесь возникло крупное государство со столицей в таксиле, независимое от парфии или зависимое только номинально. Известно, что парфянский титул сатрапа еще в первом-втором веках новой эры носили некоторые правители мелких государств в Западной и Центральной Индии. Находились ли они в какой-либо зависимости от парфянских царей, утверждать с уверенностью невозможно. Некоторые мелкие государства, в основном в Центральной Индии, управлялись царями, которые считали себя потомками шаков. Такое положение сохранялось вплоть до XIV века н.э. Народы и государства Юга Индии Со II по I века до н.э. все большую роль в истории Индии начинают играть южно-индийские племена. Союз между Северной и Южной Индией в древности был затруднен, поэтому развитие их происходило независимо. Можно утверждать, что в целом Южная Индия отставала в своем развитии от Северной Индии. Разложение первобытно-общинного строя и возникновение рабовладельческих отношений в этой части Индии произошло позднее, и, вероятно, было тесно связано с подчинением ее царям Магадхи. Уже за несколько веков до н.э. существовали торговые связи между странами Ближнего Востока и Южной Индии, Но определенные, точно установленные данные о народах, населявших Южную Индию, о государствах, которые там существовали, имеются только с III века до н.э., в первую очередь в надписях о шоке. В это время известны народы Южной Индии — калинги, андхры, чолы, пандьи и кералы. Держава калингов, соответствующая примерно территории нынешней Арисы, была довольно сильной, покорение ее далось о шоке с большим трудом. Андхры населяли территорию, примерно соответствующую территории современного штата Андхра и восточной части штата Хайдерабат, Телингана. Территория Андхра в Преошоке входила в империю Мауриев, но когда произошло подчинение Андхров Мауриям, установить трудно. Еще южнее от страны Андхров находилась земля, которая называлась в древности Тамелиадом. Она была населена различными тамильскими племенами, процесс развития рабовладения происходил здесь независимо от Северной Индии, народ чола населял восточную часть теперешнего штата Мадрас, к западу от него проживали пандии. Кералы, родственные Тамилам, населяли в основном территорию теперешнего штата Траванкур-Кочин. Об общественном и политическом строе этих народов нам почти ничего не известно. Известно, что только эти три индийских народа смогли отстоять свою независимость и не подчинились могущественным царям Магадхи из династии Мауриев. Можно заключить, что у них уже были достаточно прочные государственные образования. А Андхры, добившиеся независимости сразу после смерти Ашоки, быстро распространили свою власть на большую часть полуострова. Столицей их государства стал город Насик. Их дальнейшее усиление было временно остановлено Калингами. Калинги, также ставшие независимыми вскоре после смерти Ашоки, под руководством царя Кхаравеллы, конец III век до н.э., нанесли ряд поражений Андхрам. Тем не менее, к середине I века до н.э. Андхры превзошли калингов в военной мощи, и государство Андхров стало в это время преобладать в Южной Индии. Продолжение следует...